Всем привет! Это быстрый обзор на аниме с китайцы. Рисует ее маленькая студия, но автор и режиссер дали жизнь такому аниме как Хелсинг. С рисовкой все будет в порядке. Аниме имеет ограничение R17, подготавливая нас к сильному месиву и рекам крови, которые нам так сильно нравятся. Аниме запланировано на осень 2016 года. Переходим к сюжету. История начинается в 15 веке в Японии, в период Сенгоку. Это время постоянных войн между провинциями. И это, естественно, представляет проблемы, характерные для самурайского жанра. Таёхи Сашимадзу, легендарный самурай эпохи Сенгоку, принимает участие в великой битве при Сагигахаре. Ему удается смертельно ранить вражеского полководца по имени Наомасу. Однако сам он также оказывается тяжело потрепан в этом бою. Искалеченный и истекающий кровью, Таёхи Сашимадзу с трудом пытается уйти с поля боя, чтобы догнать своих союзников, которые отступили. И вдруг, каким-то неизвестным образом, попадает в длинный коридор из дверей, где его ожидает человек в очках. Он, написав что-то на бумаге, направляет едва живого Таёхи Су в ближайшие двери. После чего раненый самурай теряет сознание и приходит в себя уже в другом мире. Его находят двое эльфов. Они же относят его к разрушенному замку, где обитают так называемые скитальцы. Придя в себя, его встречает Ода Набунага и Насана Йоичи. Великие полководцы разных эпох, которые считались убитыми уже длительное время. От них Таёхи Са узнает, что время в этом мире идет намного медленнее. Примерно полгода в этом мире равен 18 годам в реальности. Еще не успели его раны зажить, как Шимадзу рвется в бой, почувствовав запах сражения. На местную деревню эльфов нападает местный правитель Арун, который решил наказать их за спасение скитальца. Наша троица решает захватить этот мир. Здесь Шимадзу предстоит встретиться с подобными, как ему легендарными войнами, которым также представился шанс невольно переместиться в этот мир и стать частью группировки известной как скитальцы. Прочитав мангу, мне понравилась сама идея взять и собрать исторических личностей из разных эпох, от главарей неуловимых банд до главнокомандующих великих империй. И как же тут обойтись без русских? Вердикт. Я уже предвижу это аниме в топчике осеннего сезона, поэтому оно обязательно к просмотру. Не подписался на канал? Весь ангоинг проебал. Всем пока-пока, еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok